Динамо Центральный матч третьего тура Российской Суперлиги Действующие победители двух главных европейских трофеев Неофициальный Суперкубок Европы Казанский Зенит приехал в гости к московскому Динамо Стартовый состав казанской команды не преподнес каких-либо сюрпризов А вот Динамо в отчетной встрече не смог помочь Денис Бирюков Тем не менее состав хозяев также имел вполне привычное очертание Быстрее 1-5 на подачах Бережко и Владимиру Олегно приходится сразу же брать тайм-аут Благодаря уверенной игре Обмачаева в защите и ярким атакам Зайцева Динамовцы ведут сет к логичной концовке Но усилиями неудержимого Вильфреда Леона казанцы цепляются за партию И все-таки с восьмой попытки белоголубые оформляют сетбол после подачи на вылет от Александра Маркина 31-33 Динамо показывал хорошую игру Точнее мы давали им показывать эту хорошую игру У нас не работал ни блок, ни защита Они очень хорошо атаковали и держали съем И с ними было поэтому очень сложно Во второй партии продолжается перестрелка Зайцева и Леона В которой итальянец выглядит предпочтительнее 5-11 в пользу хозяев А вот игра Зенита совсем не ладится И Олег навыпускает на площадку Багрея, Кулешова, Всевожелеза, Димакова и Полетаева Не помогает 21-25 во второй партии Две партии играли отвратительно И причем я бы сказал, что по настрою Но тем хорошо, что вот нашли какой-то резерв Третья партия В общем, играли уже лучше гораздо Настрой был за предельную команду И я думаю, что, конечно, первые две партии Выкнували очень много эмоций из ребят После 2-0 не дали определения, что матч закончился Индивидуальная Индивидуальность, опять же, того Леона Какая-то техническая часть помогла Достали в защите В общем-то Чуть-чуть начали играть в волейбол На полную заработал казанский блок По итогам матча Зенитовцы выигрывают этот компонент Со счетом 18-7 Всего же за третью партию Подопечная Антонова допускает Аж 11 невынужденных ошибок Облегчая жизнь казанцам 25-17 В четвертом сете бело-голубые и вовсе бросают играть 10-2 на табло И всем становится понятно, что укороченной партии не избежать Олег Антонов пытается завести своих подопечных, но тщетно 25-16 Впереди тайпрейк Да, случился спад Единственная проблема в том, что он очень прилично затянулся, скажем так Могли вернуться в игру, даже проиграл там третий сет Продолжали так же ошибаться Не смогли вернуться в игру четвертой партии Укороченная партия выдалась просто фантастической Зенит ведет 7-4 Но неожиданно проигрывает 7 мячей к ряду Иван Зайцев образца выступлений за Мочерату Тремя атаками делает счет 14-11 Но сам же Иван Зайцев ошибается на подаче Маленький шанс у казанцев У которых подавать выходит Вильфред Элеон Сумасшедшая просто подача 127 километров в час Человек выходит, заряжая 127 километров на сторону соперника Трибуна замерли, тишина в зале На Зайцева И двойной блок Зенита сравнивает счет Накрывая лидера Динамо 14-14 Зенит выигрывает 4 очка к ряду И имеет матч-болл Арбитры в очень непростом игровом моменте Принимают неоднозначное решение Отдавая мяч гостям Я бы не сказал, что какие-то сегодня были ошибки Тем более, которые могли повлиять на результат Да, там такой спорный момент Который можно было рассоединить и туда, и туда Поэтому я принял такое решение Все было в наших руках Героические 34 очка Леона И полное недоумение Как, имея преимущество в две партии И три матч-бола в самой концовке Москвичи умудрились отдать стайбрейк 16-14 А вместе с ним и матч 3-2 У нас не лучшее физическое состояние Играем плохо, играем индивидуально Быстро ли как команда Внутренний дух как команда А технически играем еще не как команда Индивидуально играет опять Леон Пока Максу Михайлову тяжело Вашейшая серия подач Леона Которая сегодня показал В очередной раз какой-то фантастический волейбол И практически в одиночку нас обыграл в конце За счет чего? Или за счет кого? Давайте, может, скажем Знаете, это расстраивает, да? Что хочется, чтобы мы не зависели все-таки На такой степени от одного человека Можно сказать, что он выиграл игру Мы должны выигрывать по-другому Не так, за счет одного человека Турнирную таблицу по итогам трех туров Позглавил новый уренгойский факел Избежавший потери очку Зенит и новосибирский локомотив Одержавшие по одной победе на тайбрейке Имеют на один балл меньше В ближайшие две недели казанцам предстоит сыграть Сразу шесть домашних матчей В чемпионате и Кубке страны А также в Лиге чемпионов Конец ноября Обещают быть сверх насыщенным Следите за новостями команды в соцсетях И смотрите ЗТВ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok